Быть многодетной, некрасивой, толстой, страшной. Такая я вся многодетная. Женщина становится еще прекрасней. Крываются какие-то чакры. Все просто падают в обморок, когда узнают, что это все мои дети. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Старшая, например, для третьей сестренки. Она участвует во многих международных соревнованиях. Во всероссийских соревнованиях, на чемпионате России. Карина просто вот, ну, правда, с детства мечтала и добилась этой цели. Сейчас у нее КМС, генетат мастера спорта. И вы представляете, если ребенок встает в 4.40, в 5 она выходит из дома, и в 5.30 у них тренировка. Вы представляете? То есть заставить невозможно. Это должно быть изнутри. Ребенок должен реально этого хотеть и это любить. Я восхищаюсь вообще трудолюбием этих детей, которые занимаются спортом. Это тяжелый труд. Но это того стоит. Это своя жизнь. Наши коренные сейчас находятся в Сириусе. Они всей командой на сборах находятся. по президентской программе поддержки одаренных детей. Она у нас очень утонченная натура. Такая нежная, ласковая с детства. И самое главное, вот, слушать своего ребенка, слышать и понимать, что он хочет. Она сразу сказала, я хочу рисовать. Вот года 4 ей было. Она победитель международных конкурсов, всероссийских. Особенно подумать, что у художника может быть столько медалей. Тоже медалей и кубков. А в садике пела и танцевала. И в театральных конкурсах участвовала. Ну, то есть это вообще человек-оркестр. Мне нравится заниматься фигуром катания. Ну, я занималась гимнастикой, но мне не понравилось. Мы, конечно, после старшей дочери, как бы, думали вторую фигуристку в семье потянуть это очень тяжело. Ну, сами понимаете, да? И по времени, и по затратам. Поэтому я склоняла, конечно, ее на гимнастику. И вот отдали мы ее. Ну, она с двух лет одевала коньки, да? Сестры брала коньки, закрывалась в спальне и перед зеркалом стояла. Представляете, перед зеркалом. И она мечтала быть фигуристкой. Тем более, ее зовут Аделина, как Аделина Сотникова. Ее любимая фраза, почему вы меня Аделиной назвали, а Сотниковой не назвали. Она у нас молодец, да, дочь? Она очень хорошо старается, проявляет успехи, потому что у нее есть такой пример в виде сестры, да, доченька? Наши детки все через одного занимаются любимым видом деятельности. Если у нас первая и треть фигуристки, то вторая и четвертая у нас кто, дочь, что любит делать? Рисовать. Она у нас тоже будущий художник. Прям с самого рождения. Еще разговаривать не мела, уже совать начинает. У нас любит кошечек, да? Даже мы какой-то конкурс выиграли, там она кошечку и совала. И вот с четвертой попытки у нас прям девочка-девочка получилась. Она играет. Она ходит с коляской. У нее очень много кукол, которых она всех укладывает. Она всем все рассказывает. Она их прям, она так заботится. Самая главная идея нашей семьи в том, что дети должны быть заняты. У детей не должно быть свободное время на всякую дурь, как говорится. То есть, если ребенок занят в секции спортивной, либо в музыкальной школе, либо в художественной, у него не будет времени на какие-то дурные мысли, на дурные поступки. Потому что, во-первых, нет физически времени просто. А во-вторых, ему это уже неинтересно. Потому что у ребенка своя другая жизнь, насыщенная, яркая, органичная. И мы в этом детям помогаем. То есть, мы их направляем и просто способствуем тому, чтобы у них все получалось. В многодетной семье есть такой дух здоровой конкуренции. И каждый последующий ребенок должен, хочет, достичь таких же результатов, как и старшая сестра, допустим. Я бегаю с одного собрания на другое, вот так вот по этажам в школе. Либо папа идет на какое-то там одно собрание, и на других там я тоже бегаю. Еще я во всех комитетах. Я люблю вот такую активную жизнь, активную жизненную позицию. Я не могу сидеть дома вообще без дела. Вот так вот. Ну такая я вся многодетная. Вот я все, я там без прически, без макияжа, я вот все погрязла. Я вообще не такая. Я вот своим примером показываю, что быть многодетной, ну это не значит быть какой-то некрасивой, толстой, страшной. То есть быть многодетной нужно быть красивой. Потому что я мама девочек, они должны видеть. Я должна быть примером для них. Мы всегда стараемся всегда на какие-то семейные праздники обязательно ходим в кафе. Даже мы просто можем сходить в кафе, там попить кофе с тортиком. Это прям моя слабость, я люблю. И, кстати, дети нам вообще не помех. Мы можем и детей с собой взять. Я считаю, что с появлением последующего ребенка, каждого ребенка, женщина становится еще прекраснее, еще красивее, еще любимее и даже, можно сказать, сексуальнее. Потому что открываются какие-то чакры, особенно с появлением третьего ребенка и последующих. То есть став многодетной, мама становится еще более привлекательной для, не только для противоположного пола, вообще сама для себя. И я это ощущаю, потому что я, вот сейчас у меня пять дочек, пять детей. Вот я иду по улице, и я горжусь тем, что я многодетная мама, что я такая красивая, молодая, стройная. И со мной пятеро детей. И причем старшие дочки уже с меня ростом. То есть все просто падают в обморок, когда узнают, что это все мои дети. Я вообще мотивирую всех вокруг на многодетность. Я вообще люблю мотивировать людей на что-то, показывать им своим примером, что быть многодетными это вообще не страшно. Это круто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!